К инциденту на белорусско-украинской границе сегодня здесь усилены меры безопасности. Напомню, накануне в пункте пропуска Александровка нарушители пытались прорваться на автомобиле. Задержаны два человека, однако по имеющейся информации в салоне мог находиться еще один. Его поиски продолжаются. Организовано взаимодействие на местах со всеми правоохранительными органами Республики Беларусь, а также с украинскими пограничниками. Отрабатываются все вероятные маршруты движения правонарушителя, в том числе и в сторону территории Украины. В связи с этим усилены меры безопасности как на зеленой границе, в пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудниками погранслужбы осуществляются контрольные мероприятия по законности пребывания на территории пограничной зоны лиц транспортных средств, в том числе с применением служебных животных. Как отмечают в пограничном ведомстве, очередей на белорусско-украинской границе в связи с усиленным контролем в пограничной зоне не наблюдается. И вновь к теме рабочей поездки президента в Могилевскую область. Глава государства сегодня посетил свободную экономическую зону. Здесь работают около 40 резидентов, в том числе предприятие Кроноспан. Оно занимается производством древесных плит. Здесь же Александру Лукашенко доложили и о социально-экономической ситуации во всем регионе. Екатерина Желянина подробнее. Такого предприятия в Беларуси больше нет. Особенно с его выпускаемой продукцией. Здесь делают ориентированные сружечные плиты. Единственный производитель в нашей стране и самый крупный в мире. В прошлом году выпустили 645 тысяч кубов. В этом планируют выйти на 700 тысяч. Вот такие плиты УСП используются при изготовлении мебели и строительстве каркасных домов. Обшивка, стены, полы, потолки. Материал очень прочный. При одинаковых нагрузках заменяет ДСП гораздо большей толщиной. А еще отличается высокой степенью теплоизвукоизоляции и низкой степенью разбухания. А при производстве требуется в 5 раз меньше древесины, чем при изготовлении фанеры. Ряд преимуществ как для потребителя, так и для поставщика. Инновационное производство и сама продукция тоже инновационные. Во-первых, наша плита экологически чистая. Во-вторых, она очень прочная. И в-третьих, экономически она дешевле, чем другие строительные материалы. Выпускать УСП здесь в свободной экономической зоне Могилев начали в 2014-м. Но в Беларусь резидент с австрийскими корнями пришел в 2010-м. И с тех пор инвестировал почти миллиард долларов. В ближайшие год-два планируют вложить еще 200 миллионов. У транснациональной корпорации производственные и торговые площадки работают уже почти в 30 странах мира. В Беларуси две, вторая в Сморгоне. Кроме собственного УСП в Могилеве организовали небольшое производство формальдегидных и фенольных смол. На данный момент строится завод КСЦ, Кроностил Констракшнс, который будет производить металлоконструкцию. И там будет новое рабочее место. Уже создается. Надежный инвестор и высокотехнологичное производство – тот самый случай, когда в плюсе все заинтересованные стороны. Новые рабочие места, растущий экспорт – это, кстати, еще и весьма удачный пример деревообрабатывающего предприятия. В общем-то, те самые составляющие успешной экономики, о которых не раз говорилось на самом высоком уровне. Сегодня предприятие «Кроноспан» посетил глава государства. Главное требование президента при выборе инвестора – надежность, добросовенность и, разумеется, приоритет государственных интересов. Предприятие готово развиваться. Инновационные экологичные материалы сейчас в тренде, и спрос будет расти. Есть предложения по дальнейшей переработке нашего леса. Беларусь надежным партнерам всегда готова предоставить условия, но с учетом своих интересов. Например, техника должна использоваться отечественного производства, а на арендных площадях должен быть наведен идеальный порядок. Пусть меня услышат те критики, которые навалились на меня 10 лет тому назад, а может чуть больше, когда мной было принято решение по модернизации деревообрабатывающих предприятий. Почему я принимал такое решение? Да потому что у нас лес перестаивал, гнил на корню, и мы не могли, имея такое богатство, его переработать как следует. Вот поэтому было принято решение по модернизации. Кроме своих предприятий мы привлекали иностранные инвестиции. Вот пример тому, как осваиваются эти иностранные инвестиции. Здесь целый ряд вопросов, которые передо мной поставили руководители. Первый вопрос – это работать в длинную. На 10-20 лет они просят определенные массивы леса, чтобы сами могли заготавливать себе в лесу древесину и здесь ее перерабатывать. Мое условие одно – пожалуйста, у нас огромные площади, которые мы еще не можем освоить. Бери в аренду площади, сначала понемногу, покажите, как вы там будете работать. Лес – это не пустыня. Лес – это дороги, это возделывание леса, восстановление леса, когда ты спилил. Если они взяли на себя эти обязательства, если они в Беларуси будут так работать, милости просим, мы будем рады с ними работать и передавать им в аренду определенные лесные угодья, чтобы они могли этот лес добывать там и потом навести порядок и посадить лес снова. Чтобы через 80-100 лет наши дети, наши внуки и правнуки могли жить и перерабатывать этот лес. За время работы инвестор создал в стране более тысячи рабочих мест. Средняя зарплата – 650 долларов. Александр Базаев уже три года трудится оператором, по мониторам контролирует технологический процесс. На работу приезжает из соседнего Шклова. Работаю уже около трех лет, чуть меньше. Пришел, когда узнал, что здесь происходит набор, то есть предприятие крупное, зарплаты выше, чем на моей старой работе, поэтому решил попробовать, подал заявление. Занятость населения и еще достойная зарплата. Среди основных задач экономические показатели региона положительная динамика есть, но работы предстоит много. Вам задание было 100% в уровне прошлого года? 100,2. Ожидаете на 2,5% ниже? Да. Так как же вы планировали? И сегодня уже перепланировали, на 2% будет ниже. Если только вы в этом году провалите, как и все, показатели никто работать не будет. Вы на меня можете обижаться, можете не обижаться, но имейте в виду, что умереть надо, но выполнить эти показатели. В противном случае вы провалите все три задания по социальной ориентации, которые мной доведены. Ценообразование, безработица, которая у нас есть, людей надо трудоустроить, и заработная плата. Откуда она возьмется, если у вас не будет производства? Поэтому бойко вы докладываете, все хорошо, но имейте в виду, первая оттяжка у вас первый квартал, полугодие это уже катастрофа будет для вас, а по итогам года я приму решительные меры, начиная от помощника и заканчивая всеми начальниками обл. и сполковника. Определенную роль в развитии региона призвано сыграть свободную экономическую зону. С начала этого года предприятия, согласно таможенным правилам ЕС, потеряли ряд льгот. Но на государственном уровне были приняты меры, чтобы компенсировать потери. Кстати, вот на этом участке ранее обустроили инфраструктуру, подъездные пути, к примеру. Так что условия есть, а значит будут новые инвестиции, растущие экспорт в резидент СС, нацеленным прежде всего на внешнюю торговлю. К 2020 году, когда заработают на полную мощность все эти заводы, объем экспорта ежегодный с этой площадки составит 600 миллионов долларов США, и будет создано дополнительно тысяча новых рабочих мест. Александр Лукашенко интересовал и ход по севной. Для аграриев наступает горячая пора. Имейте в виду, не дай бог, я проеду вот так, по сохранности техники сельскохозяйственной, и проверю. И мы найдем вот эту бесхозяйственность по сохранности молодняка, пеняйте сами на себя. Требования жесткие касаются всех участников экономического процесса. И частные и государственные предприятия сообщают, должны обеспечить положительную динамику в развитии региона. И выполнить ряд социальных задач. А правила игры на белорусском рынке должны устанавливаться исключительно из госинтересов. Сроки для выполнения первоочередных задач определены. Екатерина Желянина, Игорь Синютов, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.